Девушки отдыхают В прошлом году было очень много, позапрошлым, значит, сегодня просто еще больше людей, люди стоят часами, нет? Вот сейчас люди, которые читают имена, они стояли в очереди четыре часа. Да, мне говорили. А с чем это связано? Ну, я думаю, что, понимаете, когда общество чувствует давление, то это может быть в чем-то и реакция на давление. Люди считают, что если не я, то кто же. Вот я думаю, прийти в условиях этого давления на гражданское общество, и это внутреннее какое-то ощущение, что люди ощущают важную эту акцию. В центре Москвы, пожалуй, единственное осталось, согласованное властями, общегоражданская акция. Тазь Дмитрий Михайлович, 37 лет. Сотрудник газеты «Социалистичная хриковщина». Расстрелян 28 февраля 1938 года. К сожалению, все возвращается на круги своя. У нас опять полиция ключевая. Мой родной дед Владимир Варламов Николай Николаевич. 43 года. На момент ареста главный инженер, им же построенный, годнообогатительные фабрики Волхашского медиплавильного завода. Вечная память всем погибшим. Презрение тем, кто сейчас готов оправдать этот преступный режим. Петров Николай Александрович, 38 лет. Бухгалтер колхоза имени 9 января. Расстрелян 21 февраля 1938 года. Не забудем, не простим. Нам нельзя забывать об этом, иначе все может повториться. Мой прадедушка Плотников Евгений Васильевич. Врач. Зам. Наркома здравоохранения Москвы. Арестован в 1937 году. Скончался 27 ноября 1942 года под Красноярском лагере. Мусатов Андрей Алексеевич. 36 лет. Литератор. Расстрелян 5 октября 1936 года. Диктатура НКВД не должна возвратиться. Вечная память всем жертвам преступного большевистского режима. Позор властям, которые допустили геноцизацию его народа. Мой дед. Расстрелян Степан Асатурович. Профессор-физиолог. Расстрелян в 1936 году. Его жена, моя бабушка. Захарян Мария Мина Тиграновна. Сидела много лет в лагерях. Врач. Ее сестра. Захарян Евгения Тиграновна. Закончила институт красной профессуры. Расстрелян в Багадане 13-го, 10-го, 37-го года. Ее муж, сербский Соломон Наумович. Бухгалтер. Расстрелян 13-го, 10-го. В один день со своей женой. В Багадане в этот же день были расстреляны еще две его сестры. Пахов Михаил Васильевич. 33 года. Народный комиссар заготовок СССР. Расстрелян 28-го июля 1938 года. Мой двоюродный дед Илья Рафаилович Шуль. Расстрелян в 1938 году. Петров Иван Александрович. 38 лет. Начальник отдела дорог центрального управления движения наркоматов. Я живу рядом с Бутовским полигоном, поэтому, да, обычно я туда прихожу и храм посещаю нашу Бутовскую полигону. Моральный долг какой-то наш, наверное, то есть мы должны выполнять и перед собой, и перед теми людьми, чьи имена мы сегодня читаем. Да, да, это больше для изменения себя, для изменения общества в целом, наверное, вот это все. А встречаться нужно в более приятных каких-то обстановках, компаниях и так далее, и обсуждать что-то.